Всем привет! Меня зовут Василий Сазанов. Сегодня мы с моим другом Сергеем Морозовым приехали порыбачить. Куда расскажет он? А я чуть-чуть расскажу о Сергее. Серега Рыбалов спортсмен, многократный участник, победитель, призер соревнований форелевых. Участник однократный или уже несколько раз ездил на пал? Форелевый палит три раза. Три раза уже, то есть очень опытный спортсмен. Сколько лет уже занимаешься? С шестнадцатого года. Пятый сезон получается. Ну да. Вот. Расскажи, куда мы приехали и что мы будем делать? Мы находимся в рыболовно-спортивном клубе Magic Trout. У нас за спиной можно наблюдать серию водоемов. Здесь любой желающий может приехать отдохнуть, порыбачить. Можно половить форель. Здесь есть водоем с карпом. Здесь регулярно проводят соревнования. В общем, отличное место, где можно хорошо провести время. Основная цель этой поездки. Я очень начинающий рыболовый спортсмен в направлении форель. Попробуем сегодня поймать впервые. И попрошу Серегу рассказать для всех, кто смотрит наше видео, что нужно для того, чтобы впервые приехать, впервые поймать, но именно на спиннинг. Давай начнем, наверное, со снасти. Да, расскажи. В принципе, для начала достаточно самых простых снастей. Я думаю, у большинства рыболовов есть спиннинг. Сюда для ловли форели подойдет отлично какой-то ультралайт, либо лайт. Я думаю, у многих увлеченных спиннингистов есть какие-то головлевые комплекты. Они замечательно подходят. Снасти, на самом деле, максимально простые и нехитрые. Форель хорошо клюет на популярные приманки, кренки, вертушки, колебалки. Конечно же, резина, различная форелевая съедобная резина. Все это отлично работает по фореле. И, в принципе, для начала не требует особых каких-то вложений во все эти снасти. Ну и, соответственно, великих каких-то навыков тоже не требует. Подскажи, тест спиннинга до скольки? Грамм до 5-7 или больше-меньше? В принципе, классический ультралайт грамм до 5-7 подойдет отлично. Построю это классические форелевые палки, параболики. Опять же, то, чем мы ловим, то, чем многие ловят головля. Такие палки до 8-10 грамм. Они замечательно подойдут для этих условий ловли. Самое то будет. Так, следующее. Это подготовка катушки и шнура. Что-то особенное? Да тоже, как бы, таких супер требований нету. Это, там, катушки подходящего размера под спиннинг. То есть, там, тысячники, двухтысячники. Шнуры, там, 0.4 по японской классификации. Будет вполне, как бы, нормальным вариантом. Плюс поводок из флюрокарбона, там, в районе 0.16 миллиметров. Ну и небольшая застежечка. Чтобы крепить. Да, чтобы быстро крепить приманку, менять ее. И последний вопрос. Я приехал на водоем и все-таки хочу поймать рыбу, тарта, воблера и тогда, или все-таки резина? Ну, если есть цель хорошо отловиться, поймать много фореля, то, конечно, одной из самых лучших приманок будет резина. Сейчас огромное количество различных форелевых приманок от различных производителей, которые великолепно работают. И форель очень уважает эти приманки. Но если есть интерес половить именно так, в спортивной таком ключе, то здесь, конечно, это блесны, воблеры. Что делать, ты нам уже сказал. Пойдем попробуем половить. И потом обязательно вернемся, поговорим про спорт. Погнали. Поехали. 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 Мы немного половили Да не просто немного, а отлично половили И погодка на самом деле не самая благоприятная Немножечко подмерзли И я решил задать Сереге несколько вопросов По поводу спортивной ловли Лично я для себя сделал такой вывод Просто сама эта ловля Немножечко наскучилась в какой-то момент Когда ты уже вроде что-то понял И хочется движения далее И вот скажи, что нужно для начала в спорте Ну да, на самом деле правильно ты отметил Что сама по себе ловля на платных водоемах с форелью Она, наверное, для такого искушенного спиннингиста Продвинутого спиннингиста Не несет какой-то особого интереса А вот именно спортивные соревнования, турниры Это да, это уже другой момент совершенно Такие мероприятия затягивают просто с головой Там своя атмосфера, свой интерес И, соответственно, в отличие от простой ловли Приехал, когда поймать пару рыбок на стол себе Вот эти соревнования, они требуют Там более тщательной подготовки Более широкого ассортимента снастей То есть это и спиннинговых комплектов Нужно там одним не обойдешься И набор приманок должен быть Ну, довольно-таки широкий Конечно, новичку не стоит Сразу лезть во все эти дебри с головой Набирать там, ну, тоннами эти приманки Скупать все подряд, потому что здесь все-таки опыт решает Вот опыт именно выступления в таких турнирах Он очень важен И новичок, который, ну, возьмет на многие тысячи рублей Накупит себе различных приманок, снастей, там, комплектов соберет Он просто не сможет этим адекватно пользоваться В отличие от человека, который с опытом А человек с опытом, он сможет, там, взять 10 приманок подобрать Вот, и очень успешно на них ловить на любом турнире Вот, но все-таки какой-то минимальный набор собрать нужно Это воблеры, блесно-резиновые приманки Как бы рынок сейчас очень насыщен всей вот этой темой Купить что-то, приобрести проблем особых не составляет Из воблеров это различные кренки, миножки, небольшие ратлины Куча разных форм, расцветок и заглублений И купить реально не проблема Что касается блесен Блесенки, да Такое множество, я так посмотрел, если воблеров, то наиболее популярны там 3-5 моделей Там те же самые чабики, вот, митцы, там, какие-то такие приманки А вот колебалок просто бесконечное множество Нужно ли покупать 100 или нужно купить там 5-10 для начала И каких цветов, может быть, весов Ну, что касается блесен, тоже все вроде бы и просто, но в то же время и сложно Но на самом деле, вот опять повторюсь, что не стоит набирать множество какое-то там Вот, скупать все подряд, там, всю линейку набирать расцветок Для начала там, чтобы вникнуть в эту ловлю, будет достаточно Там, я не знаю, взять какого-то производителя Взять у него там 3 модели, чтобы они отличались там формой и весом И каждые, там, не знаю, модели по 5-7 расцветок И этого будет для начала вполне достаточно, да, чтобы просто вот понять специфику этой ловли на соревнованиях А потом, в последующем, уже как бы постепенно вот, ну, собирать какой-то ассортимент вот под себя уже, так скажем Что еще нужно? То есть мы взяли комплект, условно, направленности правильной форелевой Собрали приманок, но, насколько я знаю, нужен еще правильный подсак, да? Да, так как соревнования проходят по принципу поймал-отпустил Соответственно, здесь основное требование, это бережное отношение к рыбе В соревнованиях запрещено рыбу брать руками Нужно использовать специальный подсак Это должна быть силиконовая сетка, либо прорезиненная сетка Либо безузловая, с ячеей не более 1 сантиметра Также это корцанг, ну, какой-то инструмент для извлечения крючка из рыбы Соответственно, все приманки у нас оборудованы безбородными одинарными крючками В принципе, вот это вот, ну, основной, есть еще такой момент, как релизер Это специальный инструмент для освобождения крючка из рыбы Но новичку на первых парах, наверное, не стоит пока этим заморачиваться Достаточно будет вот этого набора А ящик или стойка, это обязательно или можно начать? Ну, если у спиннингиста один комплект, то, я думаю, будет, можно, ну, без этого обойтись Конечно, когда 2-3 комплекта, тут уже нужно что-то для хранения Вот спиннинговых комплектов, это либо стойка, либо ящики различные Которые идут со стойками, там, от 2 до 3, там, до 6 стоек Соответственно, под комплект и есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Серег, ну, я лично очень заинтересовался и хочу углубиться, пойду в спорт Ну, по крайней мере, попробую себя в этом, не знаю, насколько далеко это уйдет Скажи, где искать информацию тем, кому это интересно? Ну, вообще, вся информация обычно это соцсети, различные форумы, ну, рыболовные Ну, тематические Да, тематические, соответственно То есть вся информация обычно выкладывается там Графики турниров, потом регламенты Перед каждым турниром, все, в принципе, освещается И найти, я не думаю, что проблема Ну, если будут какие-то вопросы, пишите обязательно в соцсетях вопросы И мне, и Сереге, да, ответим То есть эта тема интересная, я думаю, у нее есть большое будущее Да, однозначно, именно береговой спорт рыболовный То есть вот этот спиннинг с берега Это именно вот будущее за ловлей фореля Именно прудовой Вроде все рассказали, да, на этом будем заканчивать видео Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии Пишите Сереге, мне То есть ответим на все вопросы До новых встреч, пока!